Нравится ли вам работать ученым-математиком? На самом деле математикой как ученый я в общем не занимаюсь так, но совсем чуть-чуть. Я занимаюсь ею как популяризатор, то есть я разбираюсь в чужих трудах, рассказываю потом школьникам, в том числе вам или взрослым. И вот этой деятельностью я никогда не хотел прекратить заниматься. Но иногда бывает, что я дико устаю. То есть, например, вот последний период из 15 дней идет непрерывный разъезд по городам и весям. И я, честно говоря, совершенно прибалдел, но это вовсе не означает, что я думаю, что это не мое. Наоборот, это мое, просто очень большая интенсивность. И я буду продолжать, просто, может быть, я буду пытаться делать чуть-чуть меньше интенсивность, но все равно ничего не будет выходить из этого. Так что то, что это мое призвание, это точно знаю. Я никогда в этом не сомневался, ни разу в жизни. Но очень много, наоборот, факторов меня от этого отвлекает. То есть я там руковожу кучей проектов каких-то, я должен постоянно отвлекаться, как какого-то там постоянно пинать по телефону там. И вот это я не люблю, но мне приходится это делать, потому что просто популяризация математики, ну как бы банально говоря, не производит достаточно средств, чтобы кормить семью. Вот. То есть это мое любимое дело, но мне приходится заниматься и другими, не столь любимыми. Как у вас появился интерес к математике? Я в детстве смотрел на таблицу умножения и обнаружил вот эту симметрию поворотную, симметрию относительно центра у последних цифр. И стал мучить папу. Он говорит, ну это же деление с остатком, вычисление по модулю 10. Так, получается, там научил меня остатком отделение на 10. Ну да, пошло-поехало. Как по вашему мнению проще решать сложные геометрические задачи? Честный ответ. Абсолютно честный, как на духу. Я их не умею решать. То есть честно, я вообще, когда вижу геометрическую задачу, я первые полчаса туплю всегда. Потом либо мне случайно приходит в голову какая-то идея, либо мне надоедает думать, я заглядываю к Диме Белову и смотрю решение. Ну там на олимпиадных задачах так происходит. Думаю, что там есть какая-то очень принципиальная грань, за которой моделирование уже не работает. То есть, грубо говоря, на 3 с плюсом, иногда на 4 по пятибалльной шкале. Это возможно? Это никогда и ни в каких случаях и никогда не будет. То есть это как бы какие-то закономерности у социума есть, они математизированы. Но когда вы начинаете прогнозировать, упирается в ужасное количество каких-то побочных факторов, которые в физике мы всегда умеем отделять важное от неважного, а в социуме никогда не умеем. Вот как бы разница в этом. То есть в физике ветер, не ветер, камень все-таки летит вниз примерно с ускорением G. Но при урагане это перестает работать. А в социуме, грубо говоря, всегда ураган. Просто вот так устроена жизнь. И ты должен в этом урагане что-то выцеплять, что некоторое время работает, потом опять не работает. Поэтому математика в социуме, да, применима. И нет, применима очень плохо. Вероятно ли, что новый закон или теорема перевернут с ног на голову всю математику? Ну, могу сказать, что решение зада... Ой, хотя я когда об этом говорю, я всегда говорю лажа. Но тем не менее, если P равно NP, то, судя по всему, произойдет очень много катастроф. То есть алгоритмы, которые проверяем за полиномиальное время, если предложить какое-то решение, проверить, что оно решение, можно быстро. А найти его не получается. Вот если любую из этих задач решат, тем самым все остальные тоже решат, то, кажется, наступит коллапс. Но когда я один раз об этом рассуждал долго, это было на лекции в Казани на фестивале в апреле этого года, после этого мне прилетело очень сильно, писали, что я очень много лажей сказал. Я действительно не являюсь ученым в области алгоритмов и могу наврать. Но кажется, если P равно NP, то будет очень плохо миру. Может ли человек с гуманитарным складом ума понять математику? Если честно, вообще вот это вот деление, оно началось в Советском Союзе. Его не было в Царской империи. То есть когда мы смотрим на произведения ученых той эпохи, XIX века и раньше, каждый из них, из великих, был чрезвычайно одарен и в гуманитарном, и в точном плане. То есть это разделение искусственное, видимо, связано с тем, что огромный запас знаний, который появился, он уже не может быть охвачен одним человеком целиком, и поэтому приходится делить на условные области. То есть я не уверен, что я верю вот в это разделение вообще. Это два действительно совершенно разных вида исследования реальности, это правда. Но то, что одни люди более способны к одному виду, а другие более способны к другому, тут вот я уже не уверен. Потому что в математике на высоком уровне вот эта гуманитарная составляющая играет огромную роль. Угадывание, наитие, какие-то гениальные прозрения, вот это все играет огромную роль. То же самое, что играет роль в написании картин или музыки, на очень высоком уровне играет роль математики. Поэтому здесь вот видно, что человек действительно высочайших способностей, он не может не быть гуманитарно одаренным. Просто он бы им не стал тогда просто, ну гением бы не стал точно. Какие предметы вы любили в школе? Предметы, ну у меня были в основном тройки и пятерки. Значит, четверки у меня были по русскому языку и по биологии. Происхождение обоих четверок анекдотическое. То есть у меня были предметы, которые я совершенно не мог себя заставить любить, и по ним у меня были тройки. И были предметы, которые я очень любил, и по ним у меня были пятерки. И были две случайные четверки. Четверка по биологии была связана исключительно с тем, что я очень хорошо знал химию, а химию и биологию вел один учитель. И он как бы мне авансом, он сказал, что по химии у тебя там почти десятка, поэтому часть из этого можно перенести в биологию, в аттестат, натянув вместо двойки на четверку. А русский язык вообще весело, потому что я писал всегда грамотно, но по литературе у меня была твердая двойка с плюсом, переходящая в тройку с минусом иногда. И учительница, она была совершенно убеждена, у нее был принцип, что человек не может писать грамотно, если он бездарен в литературе. Вот не может и все, а я писал грамотно. И на сочинении мне было 12 речевых ошибок в результате, и снизилась оценка с пятерки на четверку. Знаете, что такое речевая ошибка? Это не очень корявый оборот речи, то есть там, где нет ни пунктуационных, ни грамматических. Ну и вот мне все-таки поставили 4, потому что раз верно, что человек бездарен в литературе должен быть бездарен в русском языке, значит, нельзя ему ставить 5. Не может быть сочинение 2 и 5 стоять. 2 за содержание, 5 за грамматику. Но на самом деле впоследствии выяснилось, что я просто еще был маленький для литературы. То есть где-то в 25 лет я начал все это читать, перечитал всю школьную программу, и в дальнейшем оказалось, что литературу я очень люблю. И в данный момент я всегда читаю одновременно 3-4 книги. То есть мне просто это было все рано. Так что все хорошо. Учительница может спокойно как бы. То есть все нормально. У меня все хорошо с литературой и с русским языком. Но на момент школы это было непонятно. Вы участвовали в Олимпиаде по математике в школьные годы? Да, очень много. Собственно, во всех всегда участвовал. Самое большое достижение — это 1988 год. Победа на Московской городской Олимпиаде. Первое место. Из 18 одинаковых работ абсолютно. Во всех одинаковых работах было все правильно сделано. Слишком простой вариант дали. То есть было 18 человек, из которых было 12 моих одноклассников. Тогда была только одна школа в Москве. Это сейчас там куча. Тогда была только 57-я школа. И, соответственно, 12 из 18 тех, кто написал лучше всех, были просто моими одноклассниками. Ваш сын поступил в физтех. Как там с нагрузкой? Запредельная нагрузка. Он ради этого и шел. То есть есть единственный вуз, где такая нагрузка. Причем я вам хочу сказать, один секрет открыть. Это единственный вуз на свете, где такая нагрузка. Потому что за рубежом в основном принята уже идеология индивидуального преподавания. Они там интернет-курсы во многом смотрят. Даже в самых крутых вузах. Уже вот личного такого общения гораздо меньше становится. В физтехе 40 часов в неделю. Все хорошо. Так что приходите в физтех. О, ему очень нравится. Вот вчера я его видел как раз. Куда вы пошли учиться после школы? Мехмат МГУ. Я там учился так себе. Ну, в конце концов, закончил с красным дипломом. Но у меня есть две четверочки в дипломе прямо в аттестате по функциональному анализу и по дифференциальным уравнениям. Вот. Причем вот смешно, что функциональный анализ я знал очень хорошо. Просто так не повезло на экзамене. А некоторые предметы, которые я должен был получить четверки, даже может быть тройки, я почему-то получил пять. Вот, например, у меня была пересдача экзамена по теории случайных процессов. Это очень трудный курс на третьем курсе. Я пришел на экзамен, и мне достался закон повторного логарифма, как сейчас вспомню. Я не знал ничего про него и вспомнить за разумное время не мог. Поэтому я сказал, что ставьте двойку, и я пойду готовиться дальше. Что я дальше сделал? Внимание. Я пришел домой. Врубил на полную там Pink Floyd. И под него очень хорошо разобрался в законе повторного логарифма. Пересдача была послезавтра. Следующий день я шел в поход. Отменять поход нельзя. Я, соответственно, в день экзамена разобрался в законе повторного логарифма. На следующий день я ходил в поход на очень много километров. Я очень люблю такой стиль, когда выходишь утром и фигачишь до позднего-позднего вечера. Я вернулся в прекрасном расположении духа, на следующий день пошел на пересдачу и твердой рукой взял закон повторного логарифма вновь повторно. Вот так взял из билетов и достал. Преподаватель посмотрел на меня сочувственно и сказал, «Опять?» Я говорю, да. Он говорит, хотите, попробуйте еще раз. Я говорю, не-не, нормально, нормально. Я очень хорошо подготовился к экзамену на этот раз. Поэтому я сейчас попробую его ответить. Вышел, ответил, получил пять и ушел. Значит, случайные процессы я не знал на тот момент вообще. Потом я попытался чуть-чуть в них разобраться. Получил пятерку ни за что. Какой чай пьет Алексей Саватеев? Это шиповник. Безалкогольный. Ну так, на всякий случай, просто вдруг кто мог подумать что-нибудь. Верите ли вы, что в будущем можно будет загружать информацию в мозг человека? Честный ответ такой. Думаю, что это все утопия. Просто полная. То есть никому не будет загружаться, никак не будет работать там. Но как, не жужжит и в одно место не влезает, да? Жужжалка для одного места. Я не верю просто этому. То есть я думаю, что это как бы сегодняшние такие набросы таких технократов, которые сильно-сильно всегда бегут впереди паровоза. Например, там есть такой товарищ один, я не буду его вслух все-таки называть здесь, который, ну вы найдете его в интернете, который уверяет, что он в 13-м году уверял, что к 20-му году уже будут программы обучающей беременности, когда внутри плода у мамы в животике будут уже языки там оживляться или еще что-то. То есть развитие вот так будет устроено. Когда ему напомнили об этом в 21-м году, он сказал, зачем обсуждать то, что я писал в 13-м? Надо обсуждать то, что я пишу сейчас. А я бы предложил ему ничего больше не писать никогда взамен. То есть если у тебя то, что написано было в 13-м, не имело никакого отношения к реальности 20-го, то надо прекратить пытаться прогнозировать, на мой взгляд. Но он нет, он продолжает прогнозировать во всем. То есть я думаю, что это все никогда не произойдет. Гораздо раньше произойдет просто третья мировая, и все, это вообще закончится. Не будет никакой... Но это вот мой... Мне кажется, что ничего существенно не изменится на нашем веку. Математиками, скорее, все-таки рождаются. И это связано даже, может быть, в первую очередь, не со способностями, о чем я говорил, гуманитарное и математическое. Человек и вполне может соживаться. А с тем, что человеку интересно. И вот здесь, да, здесь вот математиками рождаются, что ты сидишь и как бы что-то замечаешь такое про наш мир и думаешь именно в направлении математики в нем. А другой думает в направлении физики, биологии или химии. То есть рождаются людьми, которые имеют изначально склонность задавать вопросы вот такие. Вот в этом смысле, наверное, рождаются. Но способными тоже рождаются, если честно. То есть к математике способности, наверное, врожденные существуют. Наверное, они как-то передаются по наследству даже. Но вообще это очень сложная серия вопросов. То есть если я ни в каких своих словах не уверен на 100%. Но вот мое мнение такое. Нет, нет. Компьютер максимум, что сможет, это проверять доказательства, написанные на формальном языке. Никогда в жизни не сможет выдумывать что-то. Искусственный интеллект, по-моему, это из той же серии, что ни в каком нормальном смысле не будет. То есть это не будет замена человеческому интеллекту. То есть я исхожу из идеалистического понимания ситуации, что сознание абсолютно не материально в человеке. И, соответственно, его нельзя. Его можно сымитировать, но его нельзя родить внутри машины. Почему развивается фундаментальная математика? Да, отлично вопрос, отличный. Фундаментальная математика вообще не замечает окружающего мира. Вот вообще. Он ее еще как замечает. Отношения между миром и фундаментальной математикой примерно такие же, как отношения между безумным воздыхателем какой-то дамы и дамы, которые вообще его просто не видят насквозь. Вот примерно так. То есть развитие фундаментальной математики идет по внутренним законам фундаментальной математики и только по ним. А потом практически мир то ухватит там это, то ухватит то, то ухватит это за хвост. То есть пытается использовать ее так, насколько он ее умеет и понимает. А вот это внутреннее развитие, оно связано ровно с тем, что было 3000 лет назад. То есть ставились задачи. Вот была, например, поставлена задача найти все прямоугольные треугольники с целыми сторонами, с целыми длинными сторон. Пифагоровы тройки так называемые, да? И их нашли. Их знали даже, боже мой, даже, кажется, у шумеров цивилизации. Но точно это было в Вавилоне. Формулы эти дрейфовали из цивилизации в цивилизацию. Зачем они были нужны? Кому? Это не имело никакого отношения к практике вообще. Это имело отношение к идеальному восприятию нашей действительности. Если я вижу прямоугольный треугольник, он красивый. И первый вопрос, который я задаю, а может быть, что все три стороны целые или нет, да? И вот так она и развивается. И дальше можно задать еще какие-то вопросы, следующие вопросы, следующие. То есть только внутреннее развитие вот так 3000 лет и шло. А практический мир что-то там пытался собрать какой-то урожай с этого дерева и все. Дерево растет, практический мир собирает урожай. Да, ровно один такой случай у меня в голове есть. Это случай Обри Дегрея. Это случай геронтолога, 54-летнего англичанина, который неожиданно решил проблему хроматического числа плоскости. Ну, решил, не решил, но он доказал оценку в ней, что чтобы покрасить плоскость в несколько цветов, с сохранением условия, что вот если мы возьмем расстояние фиксированное, чтобы на фиксированном расстоянии всегда точки были разных цветов. То есть задача — хроматическое число плоскости. Сколько цветов нужно, чтобы можно было всю плоскость бесконечную во все стороны раскрасить в это количество цветов. Так что на фиксированном расстоянии всегда точки будут разноцветные. Да, и вот Обри Дегрей в 2018 году, 7 апреля, неожиданно продвинулся в этой задаче. Было известно, что трех цветов недостаточно, а семи достаточно. А 4, 5, 6 или 7 никто не знал. Он доказал, что четырех недостаточно, построив безумный граф на 1585 вершинах. Но это действительно, мы все были в полном афиге, что называется, если прилично говорить. Особенно Андрей Михайлович Шригородский, который просто вообще... Ну вот если бы это какая-то математика была серьезная, это просто программирование там, ну и плюс пара-тройка неплохих идей, да? Какой ужас, какой позор, да? Какой позор. Но это единственная история такая. Еще была американская домохозяйка, которая находила новые виды пятиугольников, которыми можно замостить плоскость. Но у нее все-таки было математическое образование. Является ли математика царицей наук? Конечно, царица. Она даже просто, как сказать, даже тут... Она из другого теста. Она как бог для наук, а науки — это люди, как бы. То есть это еще выше. Царь все-таки, он тоже человек. А здесь выше, выше. Можно ли математически просчитать человеческое мышление или фантазию? Нет, я считаю, что нельзя. Это продолжение. Я считаю, что наше сознание, наши фантазии, наше прозрение — это нематериальная вещь просто. Вот в этом и суть. В частности, в этом суть вопроса, как там просчитать какие-то политические процессы, которые идут, там вот был вопрос, да? Нельзя, потому что они упираются в волю конкретного или живого человека, а ее просчитать нельзя. Как часто появляются новые нерешенные вопросы в математике? Ну, новые вопросы постепенно накапливаются, какие-то передаются... Ну, там... Вообще, интересные же не новые, а старые вопросы. Это же были старые вопросы, 2000 лет. То есть, скорее, вопрос... Список вопросов меняется очень медленно. А вот какие-то революции происходят. То есть, первая революция 1820-й годы, когда были сняты все вопросы выполнения операций циркулемой линейкой. Вот это вот была первая математическая революция. Было изобретено понятие группы, понятие поля. Вот это современная алгебра вся. Вторая была вот на наших глазах, фактически, в конце 20-го века, когда теремофирма доказали, когда узлы развязали, когда гипотеза по Анкаре. Ну, и, наверное, это продолжается отголоски тоже. То есть, мы как бы переживаем конец вот этой вот второй великой революции. Дальше не знаю. Невозможно предсказать. Какая самая интересная загадка математики, на которую хотелось бы получить ответ? Ну, в общем, на самом деле гипотеза Риммана, конечно. Может, погуглить. Про то, где лежат решения некоторого уравнения. Зета-функция Риммана равна нулю. Все решения лежат на вертикальной прямой. Комплексные решения у нее. Они все лежат на вертикальной прямой, где вещественная часть равна одной второй. Никто не знает, верно это или нет. Это связано напрямую с распределением простых чисел, как ни странно. Но это, собственно, наверное, по общепризнанному... Общепризнанная, наверное, математики, что это просто самая великая на сегодня нерешенная проблема. Не самая старая, самая старую я вам рассказал, а самая великая. Ну, есть еще гипотеза АБЦ. В арифметике самая главная проблема — это гипотеза АБЦ. Ну так, за три минуты, наверное, не рассказать. Минут за пять я, наверное, могу ее рассказать, формулировку. Если больше вопросов нет, я могу этим и завершить, рассказать гипотезу АБЦ. Давайте так и сделаем. Итак, самая великая нерешенная проблема арифметики. Что такое взаимнопростые, вы знаете, да? Числа, у которых нет общих делителей. Если я напишу... Ну, нет общих делителей, кроме единицы. Если я напишу три числа, и они будут связаны таким соотношением, то отсутствие у них общих делителей означает также отсутствие общих делителей у любой пары. Это должно быть... Да, тоже понятно, да? Например, если бы вот это и это делились на три, то это просто в силу этого равенства тоже будет делиться на три. Поэтому мы можем говорить про взаимную простоту или попарную взаимную простоту троих чисел, которые связаны вот этим соотношением. Так вот, оказывается, что почти всегда в такой ситуации, а что значит в такой ситуации? Это когда а плюс b равно c, и а, b, c взаимнопростые, попарно. Попарно или вместе, неважно. То есть состоят из разных простых делителей. Так вот, оказывается, что почти всегда, что значит почти всегда, надо уточнить, но пока я скажу, что именно почти всегда. Почти всегда в такой ситуации c меньше, чем произведение всех простых, входящих во все эти числа a, b, c. То есть если мы возьмем, что a умножить на b умножить на c равно p1 в степени альфа 1 на p2 в степени альфа 2, так называемое каноническое разложение на простые множители. Знаете, да, у каждого натурального числа есть каноническое разложение на простые множители. И оно единственное, это основная теорема арифметики. То есть вы берете и раскладываете, раскладываете, выделяете простые множители, в конце концов вы их группируете по группам одинаковых, в одинаковых, соответственно, вы пишете просто в степени, и у вас получается такое каноническое разложение. Так вот, если мы разложим a, b, c канонически, соответственно, тут некоторые из них в a лежат, некоторые в b, некоторые в c, но наборы лежащих в АБ и в С не пересекаются в силу взаимной простоты. Так вот, почти всегда в такой ситуации С меньше произведения всех простых, входящих в это разложение, ну, где степени я стер, то есть по одному разу. Но бывают исключения, бывают исключения. Например, 80 плюс 1 равно 81. Давайте посмотрим, какие делители здесь есть у входящих чисел АБ и С. Ну, про Б все понятно, это единицы просто. Какие простые делители входят вот в это и в это? 2, 5, 3. Дважды трижды 5 сколько? 30, да? И это меньше, чем 81. То есть вот эта тройка, она как бы не про почти всегда, да? Почти всегда будет по-другому. Вот. Еще один пример. Самый первый пример вот такой. 8 плюс 1 равно 9 просто. Тут произведение 6, и оно меньше 9. Дальше там бывает, например, 125 плюс 3 равно 128. Тут тоже 30 меньше 128. То есть время от времени иногда, иногда все же С больше, чем вот это произведение. Так вот, гипотеза АБ-С говорит о том, что хоть таких троек, где С больше и бесконечное количество, но в каком-то смысле их все же очень мало по сравнению со всеми. В смысле там, ну давайте в каком точном смысле. Для любого эпсилон больше нуля, я прошу прощения, к сожалению, точная формулировка включает вот этот язык. Он просто не может быть без нее сформулирован. Значит, для любого эпсилон больше нуля существует только конечное количество троек взаимно простых АБС со свойством А плюс Б равно С таких, что С больше, чем вот это произведение в степени 1 плюс эпсилон. Вот точная формулировка гипотезы АБС. Итак, да, бесконечное количество раз С больше просто произведения. И есть целый ряд примеров, как это построить. Целый ряд нам способов построения. Очень разных, исключительно изобретательные люди, которые занимаются этой гипотезой. В мире 200 или 300 тысяч подписаны на соответствующие ресурсы АБС ХОМ. То есть огромное количество людей интересуются гипотезой АБС. И многие из них, ну не посягая на доказательство самой гипотезы, просто занимаются новыми сериями бесконечного количества троек, где нарушается вот это вот соотношение. Вот, тем или иным методом, используя всю оставшуюся математику, которая на сегодня наработана. Но никто не может на данный момент вот это опровергнуть или доказать. То есть опровержение стояло бы в том, что, например, мы предъявим серию бесконечную, в которой С всегда больше, чем в этой, например, степени 1,1. Но ничего такого не получается сделать. И вот возникло предположение, что для любого епсилона, то есть вот когда вот здесь ставится 1 плюс епсилон, будет только конечное количество троек. Вот это гипотеза АБЦ. И, наверное, на сегодня это действительно самая знаменитая, самая замечательная, самая популярная гипотеза в области арифметики. То есть в области чисел, делимости чисел, простых чисел и так далее, в области этой математики. Да. Нет, а дело в том, что равенство невозможно, потому что они взаимно просты. Если бы С было равно этому, то означает, что у С есть какие-то простые деятели, которые есть и у БЮЦ, что сразу противоречит взаимной простоте. Поэтому здесь либо меньше, либо больше. Вот. Да. Кто придумал? Придумали два человека. Фамилия у одного была Массер, у другого Остерли. Или Остерли. Он француз и англичанин. Они, значит, где-то на конференции в 1985 году. Они это родили. Причем, значит, довольно сразу было ясно, что она сильнее Великая Теремфирма. Великая Теремфирма из нее просто следует. Вот. Но к тому времени Великая Теремфирма еще не была доказана. Она была доказана в 1993 году. И в четвертом окончательно убедились, когда там еще ошибку нашли. То есть эта гипотеза была сформулирована до Теремфирма. Ну и она ее вот, соответственно, она... Ну она не такая уж давняя, да? Видите, это 1985 год. Мне уже было 11 лет тогда. 12 исполнялся в этом году. То есть эта гипотеза недавняя, но она оказалась крышей для огромного количества гипотез, высказанных до сих пор. То есть из нее следует много-много-много чего, если ее доказать. Ну в этом направлении, там, опять же, в 13-м году некто Мошизуки из Японии объявил, что он ее доказал. Но в дальнейшем довольно долго это лежало, рукопись, никто не мог понять ничего. А потом начали проводить семинары и выявили все-таки ошибку. Там взялись за проверку гипотезы два замечательных ученых. Один из них нашел изъян и сказал, что я не знаю, как этот изъян исправить. Для этого было много изъянов, которые я понимал, как подправить. А вот этот изъян, видимо, очень серьезный. Но тот как бы как-то не отреагировал. Вместо этого взял в японском журнале и опубликовал доказательства. С ошибкой. То есть на сегодня как бы, ну, мнение математической общественности стоит в том, что это гипотеза и ничего в сторону ее доказательства нету. Ну что, всем, да, спасибо за внимание. Сейчас я хотел сказать, что есть такой канал, он называется «Маткульт. Привет». Да, и вы, наверное, его знаете, да? А кто его знает? Поднимите руку. Ну вот, теперь все остальные будут знать. «Маткульт. Привет» — канал в интернете, который я веду. «Маткульт. Привет». «Маткульт. Привет». «Маткульт. Привет» Продолжение следует...